Красноярск не выдерживает сибирские морозы. На выходных в городе снова порвалось несколько труб. Одну из аварий устранили только спустя сутки. Речь идет о порыве на Северном шоссе. Там у водопровода разошелся сварочный шов. Коммунальщикам пришлось откачивать воду из трубы. Но поскольку канализации поблизости нет, поток хлынул прямо на проезжую часть. На месте побывала Левтина Сасова. Перед этим участком на Северном шоссе водители специально притормаживают и продумывают свои маневры. Все для того, чтобы не угодить в лужи. Казалось бы, откуда им взяться в 20-градусный мороз. Но прямо рядом с этой дорогой случилась очередная коммунальная авария. Несмотря на то, что труба здесь порвалась вчера и уже были сообщения о том, что дорогу очистили, как мы видим, проезжая часть снова затоплена. На дорогу сливают воду из порванной трубы, а других вариантов, куда ее деть, нет. Рядом с местом аварии не проведена канализация. Так что автовладельцев просят потерпеть неудобства, пока работники Краскома устраняют порыв. Специалисты уже добрались до лопнувшей трубы. Повреждение связано с тем, что разошелся сварочный шов внизу трубы. Прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо было предварительно сушить магистральный участок трубопровода. Это более 700 метров. Слить воды предстояло порядка 600 кубометров. Из-за порыва жителей восьми частных домов пришлось оставить без холодной воды. К слову, не в первый раз. Несколько лет назад трубы на Северном шоссе также не выдержали морозов. На этих выходных воду отключили и сразу на нескольких улицах Октябрьского района. Без нее остались жители около ста домов, две школы и один техникум. Ну, кран открыл, нет воды. Ну, как, сливать, в туалет ходить, как? Да у нас все, всю жизнь все рвется. Им этим трубом уже, ну как, это уже я утрирую сто лет, ну, наверное, 50, может. Ну, старея очень много. Воду здесь отключили не сразу. Сначала она залила дорогу на Калинино-76. Причем ее было так много, что даже прогуливаться по тротуару было сложно. Когда утром пошла на ту сторону остановку, воды много было. И я кое-как перешла, конечно. Но потом, когда приехала, уже, ну, конечно, вода была, вот так, всю дорогу. А потом это, вечером машины, техника приехала убирать. Стоит отдать должное дорожным службам. О порыве сейчас напоминает только небольшая огороженная территория со свежей землей. Правда, на этом черная полоса коммунальщиков не закончилась. На выходных трубы рванули и на Богдана Хмельницкого. Из-за порыва без воды остались жители поселка Шинник и Нижних Черемушек. Через шесть часов аварию устранили. Итого, три порыва за два дня. Синоптики прогнозируют, дальше морозы будут только крепнуть. Надеемся, красноярские коммуникации переживут эти холода.